Такой челлендж бывает не часто в жизни. Делились впечатлениями участники конкурса на странице в фейсбуке. Действительно, если раньше отбор сводился к кулуарным разговорам, то теперь официальная позиция из СНАИ максимально прозрачна. Позади уже два этапа. Подача документов и собеседование с комиссией. Всего 118 человек подали заявки. Больше всего желающих оказалось в сфере туризма. С каждым была беседа. Не меньше 30 минут, а 30 минут до часа даже. Мы общались, узнавали и смотрели, конечно, на каждого кандидата, как на перспективного министра. Но не каждый кандидат это понимал, что он идет на министерскую должность и он может стать реальным министром. Были люди, которые очень хорошо подготовились. Были люди, которые не понимали, куда они пришли. И были люди, я вот таких людей не понимаю, которые попасть на кресло министра, подавали заявки сразу в несколько министерств. По словам Дениса Гармаева, в финальную тройку попали самые сильные. Именно они выдали те концепции, в которые комиссия поверила. Ими стали сам председатель комитета по экономическому развитию и туризму Мария Бадмацаренова, предприниматель Евгений Нечаев и руководитель туристического агентства ГСР Доржиев. А вот известный журналист Алексей Тагашиев выбыл из гонки прямо у финиша. Говорит, не расстроился. Нет, это был интересный опыт. Я действительно знаю, что у меня есть недостатки в части отсутствия опыта работы госслужбы. Все-таки министр – это человек меньше креативный, больше чиновник, наверное, должен быть. Мое участие реально доказывает, что, во-первых, на стадии даже подачи документов не было никакого противодействия. Он действительно был открытый. Шанс действительно был у многих. Кто-то реализовывал свои амбиции, бросая хлесткие фразы. Кто-то приходил в дискуссионные клубы, чтобы его реально услышали. Многие персоны получили свою долю внимания. Для тех, кто не прошел дальше будущее, в команде Циденова вполне возможно. Ведь теперь сформирован хороший кадровый резерв. Необходимо развивать, обратить внимание на кадровую политику. Это не от того, что я здесь в колледже работаю. Просто анализ показал, что кадровая ситуация очень сейчас сложная. И на селе, прежде всего, и в республиканских учреждениях, в учреждениях профессионального искусства. Если, например, мне удастся выиграть конкурс, я же не буду только образование поддерживать. Это невозможно. Потому что отрасль требует внимания такого комплексного подхода. А вот финал гонки на пост министра экономики прошли аж пять человек. Это своего рода рекорд. Изначально в комиссию поступили документы от 30 претендентов. Лидирует по оценкам комиссии директор операционного офиса сибирского филиала «Росбанк» в Бурятии Александр Бордалеев. Он наиболее полно представил программу и ответил на вопросы, за которые получил 10 баллов. Также в гонке остается вице-президент «Алевбанк» Антон Виноградов. Первый замминистра экономики Тимур Будаев, начальник контрактной службы республиканской больницы Сергей Васильев и глава Хоринского района Юрий Шарапдаржиев. Наталья Китаева, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Продолжение следует...